Еще такой момент. На бумаге в Америке сказано, что образование одинаково для всех. Для всех этнических групп, абсолютно для всех. То есть любой человек, который живет по тому или иному месту жительства, он относится к этой школе. На деле происходит следующее, что, по сути, хорошее образование в Америке – это образование для богатых людей. Почему? Потому что, во-первых, это относится от уровня финансирования школ. В Монговори Каунте, слава Богу, оно одно из самых лучших, поэтому школы здесь считаются одним из самых лучших. Но там, где хорошая школа, там и люди хотят жить, но стоимость дома с хорошей школой будет на 40% больше, чем еще такой же дом со средней шкалой. Еще такой момент. Многие из России люди говорят, ой, в Америке такое образование, у них все такое ужасное, математика у них ужасного уровня. И вообще они такие тупые, они не анализируют. Даже вот русские, которые здесь уже много лет, они постоянно говорят об этом. И я, конечно, молчу, но вот хочется сказать в этих случаях, что, а почему мы такие образованные, многосторонние, развитые, все вот такие в Пушкине, в Онегине, в логарифмах вот этих вот, А приезжая в Америку и работаем ассистентами в лучшем случае, а большинство работает официантами или, я не знаю, там, на заводах, либо строителями. Если мы такие многосторонние, развиты, почему мы тут не на расхват, да? Нельзя сказать о том, что образование в Америке хуже. Нет. Есть в Америке разное образование, да? Но оно сделано для разных социальных кругов, оно разное. Хотя на бумажке написано одно, но демократия расставила все по своим местам. И хорошее образование могут позволить себя не бедные люди, а довольно-таки состоятельные люди. Начиная от школы, тогда как в хорошую школу может попасть ребенок только тот, где дом стоит порядка миллиона долларов, да? Где оба родителя работают и могут позволить содержать этот дом, да, платить кредит. Хорошее образование может позволить себе тот, кто может ходить даже в детский сад, потому что детский сад стоит огромных денег. И хотя мне говорят, вот в Америке другие зарплаты. Ничего подобного, в Америке разные зарплаты, и даже в детский сад, ему далеко не каждый может себе позволить. А если несколько детей, то практически мамы сидят дома. Все, я со всеми прощаюсь. Мне будет очень интересно слушать ваши комментарии, дополнения, исправления, если у меня какие-то ошибки есть или ваши замечания. Мне будет интересно слышать вас.